Добрый вечер всем! Мы будем готовить сегодня мясной пирог. Наш лесгинский цкан. Мы добавим в килограмм 200 муки, 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку дрожжей. На теплой воде будем месить тесто. Тесто должно быть не слишком твердое и не слишком мягкое. Нормальное такое. Очень-очень вкусный пирог цкан получается. Ну, кто называет цкан, кто называет гюмбе, кто называет мясной пирог. Очень вкусный, очень-очень сытный. Замесим тесто. Вот замесили мы тесто не слишком мягкое и не слишком твердое. Нормальное вы, наверное, видите, да? Какое оно? Можете понять. И вот, сейчас мы его оставим в теплоте, чтобы оно подошло. Где-то 30-40 минут мы его оставим в теплоте. А потом накроем и будем готовить уже начинку. Начинку мы делаем из 1 килограмма картошки. Добавляем 2 или 3 репчатых, нормальных таких репчатых лука. Измельчаем и добавляем. Картошку тоже режем не слишком мелко и не слишком крупко. Нарезаем картошку хорошенько. Измельчаем лук. И этот. Добавляем туда мясо. На 1 килограмм картошки мы добавляем 500 грамм мяса. Полкило мяса. Фарша. Добавляем полкило фарша 500 грамм. Добавляем туда, мы добавляем мясную приправу, специальную мясную приправу к экликоту. И чайную ложку перца. И 2 чайные ложки соли. Извините, я перепутала. Хотела сказать сахара. Нет, соль. Мы добавляем 2 чайные ложки соли. Мы начинку не перемешиваем. Почему? Потому что соль может дать какой-то цвет картошки. Мы просто все готовим и откладываем. Опять же, добавляем к экликоту, мясную приправу. Добавляем перец черный. 1 чайную ложку. У нас просто с перцем ложка маленькая. Из-за этого мы взяли 3 ложки. Но эти 3 ложки держат как 1 чайная ложка. И добавляем 2 чайные ложки соли. И немножко растительного масла. Вот наше тесто уже подошло. Мы сейчас его разделим на 2 части. Одна часть у нас для хлеба. А другая уже для нашего гюмбе. Если только вы будете готовить гюмбе, вам хватит 700 грамм муки. Мы из-за того, что хотели приготовить еще заодно и хлеб, мы решили приготовить еще и хлеб. Думали 2 в 1 сделать. Из-за этого замесили чуть побольше. Вот это мы откладываем опять в прутовень. Наливаем чуть-чуть масла для хлеба тоже, чтобы хлеб не прилип. Он тоже очень-очень вкусно получается. Накрываем кленкой и салфеткой. И откладываем тоже. Сейчас мы уже приступаем к нашему другому тесту. Что мы делаем? Мы раскатываем тесто. Мажем топленым маслом. Делаем слоеное тесто. Мы складываем обратно же. Собираем и делим на 2 круга. 2 круга. Один побольше, один поменьше. Потом мы раскатываем эти круги. Вот, один побольше раскатываем, другой поменьше. Побольше круг мы ставим снизу. И начиняем. Вот, начинку тоже мы уже перемешали. И начиняем наш цикан. Вот, начинку ставим. Хорошенько по краям тоже ставим, чтобы везде было одинаково. Вот, добавили всю начинку. Сверху тоже поставили маленький наш круг. И закрываем. Ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Когда мы уже ставим наш цикан в духовку, мы поднимаем градусы на 220 градусов, чтобы мясо, картошка хорошо запеклась внутри. Вот, он у нас уже готов. А теперь вот хлеб. Мажем яйцом. Делаем узор. Тоже ставим в духовку. В разогретую. Уже мы оттуда вытащили цикан. Она у нас разогретая, теплая духовка. Решили тоже приготовить хлеб. Очень вкусный, теплый хлеб получается тоже. Румяненький такое. Прямо в едение. Даем узор хлебу. И сейчас тоже поставим в духовку наш хлеб. Вот наш хлеб. Такой красивый. Горячий, конечно. Мягкий, горячий и хрустящий. Ну все. Всем спасибо, что вы посмотрели. Не забудьте поставить лайк. Это наш. Любея была из-за нас.